Сегодня наша программа «Спорт как жизнь» будет посвящена черлидингу. Яркие костюмы, помпоны и поддерживающие кричалки на хоккейных и футбольных матчах. Если ваше познание о черлидинге заканчивается этим, то настоятельно рекомендуем досмотреть этот выпуск до конца. Потому что сегодня с Валерией мы будем развенчивать эти мифы. Расскажи, пожалуйста, вообще, что такое черлидинг? Что за вид спорта? И является ли он вообще видом спорта? Черлидинг – это очень зрелищный вид спорта, который в себе сочетает элементы акробатики, гимнастики, танцевальной подготовки и шоу. Вообще, черлидинг зародился очень давно. Черлидинг изначально был мужским видом спорта. То есть мужчины скандировали на площадках кричалки, поддерживали свою футбольную команду. А чуть позже он дошел и до остальных стран. У нас черлидинг официально зарегистрирован в 2007 году, когда появилась Белорусская Федерация Черлидинга и Команд Поддержки. Вообще, стоит сказать, что у черлидинга есть два основных направления. Это чир, это пирамиды, станты, поддержки друг друга, сложные элементы акробатики. И фристайл – это более танцевальные направления, которые также в себя включают танцевальные элементы, акробатические элементы. И, конечно же, главный атрибут всех черлидеров – это помпоны. Но при этом, как мне кажется, черлидинг – это достаточно такой непопулярный вид спорта. И если в каждой школе есть какие-то секции по волейболу, по футболу, по баскетболу, то черлидинг явно встречается реже. Да, согласна. Черлидинг встречается намного реже, но назову его непопулярным видом спорта тогда, когда я училась в школе. Вот тогда, да, команд по черлидингу было вообще по пальцам пересчитать, например, у нас в городе. Сейчас же почти в каждой школе есть своя школьная команда по черлидингу. Да, это менее профессиональный уровень, но она есть. Также черлидинг очень развит в других областях. Все начиналось, например, с Гродненской области. Там есть команда Дартли, которая начала, наверное, вообще с самого начала, вот с 2007 года их клуб существует, если даже не раньше. И существует по сей день. Вообще очень много клубов черлидинга у нас в Беларуси. И даже не знаю сколько, больше 20, мне кажется, точно. Вот. И он активно развивается. Это очень молодой вид спорта в сравнении с другими видами спорта. И все потихонечку узнают о том, что это, во-первых, спорт, потому что многие думают о том, что это танцы с помпонами. А во-вторых, все больше людей заинтересовываются в этом и приходят, пробуют, им это нравится. И это классно, круто, что мы можем развивать черлидинг и что о нем узнают как можно больше людей. А расскажи тогда, как ты вообще узнала о черлидинге, как пришла в нем, как начала заниматься? Все началось в далеком 2011 году, когда я училась, наверное, во втором классе. У нас в школе был танцевальный коллектив, просто мы танцевали, обычные танцы, детские и все остальное. На школу пришло положение о том, что в нашем районе проводится республиканская лига по черлидингу. И на тот момент это дело поручили моему руководителю по танцам, Мальвана Елене Владимировне. Она взялась, собрала команду, мы тогда выступили, до сих пор помню эмоции о том, что мы заняли второе место, потому что это было что-то новое и необычное. Нам вручили помпоны, а мы тут с ними вот так танцуем. Конечно, началось вот с такого минимального, потому что никто не знал о том, что можно делать как-то по-другому. И вот с тех пор, с 2011 года, я еще лидингом не расставалась в школе, вплоть до 9 класса я занималась в школьной команде. Нью Стайл тогда она называлась. Сейчас это команда Нью Тайм, средняя школа номер 12. А потом уже перешла в преподавание, какую-то помощь руководителю своему. После 9 класса я ушла в лице номер 1, но при этом у нас осталась школьная детская команда, которую я активно помогала Елене Владимировне тренировать, приходила после уроков, потому что как-то это дело не отпускало, было интересно развиваться в чем-то новом. В 2020 году я поступила в университет. К сожалению или к счастью, не знаю, я поступила на переводчика английского. Позже, наверное, на курсе 2-3, я перешла, после 3 курса, я перешла на заочное и перешла на факультет английского языка. По итогу я выпущусь преподавателем английского языка. В общем-то, в преподавание я все-таки ушла как можно глубже, насколько позволяет моя профессия. Что касается именно тренерства, потом после поступления в 2021 году, в конце моего первого курса, мне позвонила директор нашего центра творчества Лицкого, Миличенко Мария Александровна, и сказала о том, что Минский клуб «Фортуна» на базе нашего центра хочет открыть свой клуб, как филиал, как объединение по интересам здесь сделать. И я посчитала это прекрасной возможностью попробовать себя в тренерстве, потому что меня пригласили в качестве тренера. Примерно через 5 минут я позвонила и сказала о том, что я согласна, потому что считаю, что такие возможности просто так на дороге не валяются. Это судьба. Потому что всю жизнь заниматься этим, и потом уйти тренерство с этим, хотя не планировалось вообще, это успех и удача. И заниматься любимым делом, я тоже считаю, что это успех, удача, и поэтому не было ни секунды, ни малейшей, что я пожалела, или что я думала о том, идти или нет. Вопрос единственный складывался в том, что это в Лиде, а учусь я в Минске по будням дням, но как-то поговорив с мамой, мы приняли решение о том, что раз так карты сложились, раз я всю жизнь об этом как-то мечтала или мечтать не могла даже, стоит попробовать. И как-то не прогадала до сих пор здесь, уже четвертый год. Все, что не делается, все к лучшему. Вообще черлидинг – это же олимпийский вид спорта. Да, все верно. В 2021 году Олимпийский комитет признал черлидинг как олимпийский вид спорта. В реестр Олимпиады он еще не включен, но мы этого все очень ждем и надеемся, что когда-нибудь черлидеры покажут себя на Олимпиаде, свои силы, возможности, и в том числе наша страна представит какую-нибудь команду, которая прославит нас на весь мир. А тогда вообще каким образом идет какой-то карьерный рост в этом виде спорта, ну или спортивный рост? То есть какие-то статусы? Да, в первую очередь обозначаем еще раз, черлидинг – это вид спорта. Есть фестивальные моменты, это когда, допустим, начинающая команда, им нужно с чего-то начать, и есть соревнования, как их называются, в фестивале. Вы приходите, выступаете, получаете какое-то место, дети подбадриваются, они, ну, как бы полны энтузиазма работать дальше. Вот чаще всего мы так поступаем с начинающими командами. Дальше уже идет спортивное отделение, первенство, республика и все остальное. И там уже у учащихся есть возможность получать разряды, как в обычном виде спорта. Третий, второй, первый разряд. Там в зависимости от дисциплин, обязательно нужно там в команде участвовать. У нас же также есть, кроме командный вид спорта, есть еще такое отделение, как двойки. Это две девочки, когда с помпонами танцуют, ну, как бы, грубо говоря. И станты, когда вот четыре человека, один стант поднимают. Вот за это тоже даются своеобразные, ну, разряды, в общем, выдают за это тоже. Ну, там нужно смотреть по элементам. Если спортсмен выполняет такой-то перечень элементов спортивных, то тогда он получает такой-то разряд. Чем сложнее элементы, тем выше разряд, соответственно. Есть еще такой момент для популяризации школьных команд. Есть школьная лига, в том, в чем я участвовала, когда сама была чурлидером. Это вы представляете школу. Допустим, сначала районные соревнования идут. Дальше, если вы выиграли район, вы представляете район на области, областные соревнования. Областные соревнования вы выигрываете, вы представляете область на республике. Это также плюс в копилочку, как бы, потому что у нас достаточно сильные школьные команды, сильная конкуренция. Например, у меня сейчас две команды, юниорская и детская, прошли на республику. И вот уже в декабре они будут представлять нашу Гродненскую область на республиканских соревнованиях. Очень ответственное мероприятие. Готовимся и надеемся, что представим Лицкий Центр творчества и Гродненскую область в лучшем виде. Тренировочный процесс. Во сколько лет дети могут начать заниматься этим и все в этой теме? Начнем с возраста. У нас группы делятся следующим образом. 3-6 лет, 6-11 лет, 12-14 лет и 15-15 и старше. Это возраста, которые нам предлагает Белорусская Федерация Чиридинга и Команд Поддержки для участия в их соревнованиях. Ну и вообще это, я считаю, комфортное деление для детей, для того, чтобы взаимодействовать друг с другом. Что касается, когда детям от 3 до 6 лет, у них занятия проходят в такой легкой игровой форме. То есть мы там сделали складочку, потянулись к носочкам, оп, поиграли. Если мы прыгаем, то мы прыгаем как зайчики. Ну, в общем, чтобы их заинтересовать. Как правило, дети в таком возрасте не могут фокусироваться на чем-то одном в течение 10 минут, например. Для них это ужас. Поэтому мы стараемся для них такую более игровую форму. Для детей 6-11 лет, 11-14 лет, это уже полноценный тренировочный процесс. В том числе и для старших. Просто я с такими не работаю, поэтому там сложно судить. Это, наверное, на свои особенности. Что касается вот этого возраста, там уже полноценный тренировочный процесс. Начинаем с разминки, как в любом виде спорта. Дальше общая физическая подготовка какая-то. Специальная физическая подготовка. Это элементы прыжки, акробатика, колеса. Движение руками, положение во фристайл, пом. Это тоже очень важные элементы. Мы не просто так хаотично двигаем руками. А там четкие позиции, развороты кистей, рук, которые стоит знать каждому спортсмену, если он в этой дисциплине. Если же это чир, то это больше, конечно, на подготовку физическую мы работаем, потому что им нужно поднимать друг друга. Флайрам, которые наверху, которых поднимают, нужно уметь натягиваться, потому что иначе внизу людям будет тяжело. Нужно подумать и остальных не только, что вот я классный, меня поднимают. Нет, никогда об этом никто не задумывается. Но на самом деле это огромный труд над собой, потому что нужно много работать для того, чтобы прийти в определенную физическую форму, когда ты сможешь выполнять элементы разного уровня. Дальше это заминка. Или же мы еще растягиваемся, естественно, с фристайл пом особенно, который с помпонами девчонки, потому что у них высокие прыжки. Это работа на ноги очень большая. То есть как бы и нужно учитывать все физиологические особенности. То есть мы стараемся комплексно развивать ребенка в разных аспектах деятельности. И я считаю, в этом чуридинг хорош, потому что мы не только растягиваем детей, чтобы они сделали захват за одиношку, и все. Или сели на шпагат, и мама похлопала довольна. Нет, это в первую очередь и общая физическая подготовка, и растяжка, и какие-то интересные элементы, станты, для того, чтобы детям было интересно, и при этом развивать их физические данные. Ну и, конечно, чуридинг хорош тем, что это 90% командный вид спорта. Даже те станты и двойки, они чаще всего в команде, а после уже это стант или двойка. Командные навыки очень важны для социума, для жизни в дальнейшем. Поэтому мы активно развиваем эту жизнь в социуме. Различные праздники мы проводим вместе. Новый год каждый раз мы вместе собираемся, заказываем пиццы, слушаем новогоднюю музыку и проводим весело вместе в время. Различные эстафеты периодически им устраиваются. Поэтому я считаю, что это тоже очень классный аспект того, что у тебя есть команда, на которую ты можешь положиться, и которая в будущем тебе как-нибудь поможет. Здесь же еще подключается такой, наверное, психологический фактор. Все равно же, когда человека подбрасывают, это страх какой-то высоты, это доверие к своему команду. Да, все верно. Поэтому, естественно, все начинают с более маленьких элементов, когда вы просто поднимаете на уровень человеческого роста. и обязательно куча страхующих вокруг, чтобы понять, что все тебя, если что, словят. Понятно, что когда там человек только приходит, его нужно немножко влить, во-первых, в коллектив, для того, чтобы было то самое доверие, а потом уже бросать на высоту. Все делается постепенно, и постепенно ребенок понимает о том, что высота – это не так страшно, и о том, что внизу есть обязательно люди, которые тебя словят. Это самое главное – дать понять, что внизу тебя споймают, чтобы не было вот этого страха высоты. А потом уже все идет по накатанной, ему хочется выше и выше, и со временем весь процесс немножко облегчается в этом плане. Опять же, стоит сказать, что не всем дано быть флэерами, которых поднимают, потому что есть люди, которые реально очень сильно боятся высоты. Они пришли с такой целью о том, что их будут поднимать, они вот легкие, маленькие, гибкие. Но когда ее поднимают, и она понимает, что она вообще не может даже зажаться за счет того, что ей очень страшно, ну, тогда ничем помочь не можем. То есть никак это психологический барьер? Есть люди, у которых не перебариваются, есть люди, которым со временем получше становятся. То есть понятно, что не с первого занятия мы это понимаем. Нужно время. Но все равно есть, я встречала, по крайней мере, таких детей, которые не могут, им страшно, все. Я лучше пойду в танцы с помпонами, мне кажется, это полегче, чем я вот буду поднимать. То же самое, как в этом году, я столкнулась с ситуацией, когда мы, обычно к нам приходит ребенок, и мы распределяем его во фристайл, по каким-то данным, или в чир, куда ему получше будет. Понятно, что желание ребенка в первую очередь, но потом мы смотрим на физические данные. И так получилось, что ребенок хотел очень быть флайером. Она худенькая, как бы она относительно невысокого роста, но при этом, ну, не получается так. У нас база девочки, которые, они посильнее, но она выше их. Так тоже по параметрам не сходится. Мы поставили ее сзади, споттер называется, человек, который страхует сзади. Вот здесь вот база, и сзади споттер. И получается так, что вот ей не понравилось. Она сказала, мне было очень тяжело. То есть ребенок изначально не хотел прилагать усилия, как-то напрягаться в этом плане. Поэтому в этот момент мы даем немножко времени еще побыть. И она, наверное, два-три занятия приноровилась. И потом сказала о том, что вообще классно, ей очень нравится. Она как будто ответственная за жизнь человека. И вот это, ну, как бы человеку нужно время на то, чтобы понять, что, допустим, вот ему это нравится. Или о том, что тяжесть вся бывает терпима. О том, что это прикольно. Ну, говоря такими детскими простыми словами. И поэтому всему свое время. И, то есть, нужно дать это время, чтобы человек понял, что ему нравится, что не очень, какое направление лучше. Возможно, дать попробовать в обоих направлениях, чтобы понять, какому, во-первых, ему больше нравится, во-вторых, какому он больше предрасположен. Вот. И, ну, как бы, со временем, да, все получается. Вообще все начиналось вот с такого вот вида помпонов, когда вот здесь вот была такие вот две для пальцев или ручка какая-то, и ты держишь за нее, и вот просто машешь. Сейчас же это... Вот я так и представляла все помпоны, я без понятия. Сейчас это более профессиональные такие виды помпонов, когда вот этот тренировочный помпон, с которым дети приходят, берут и тренируются на месте, чтобы те, с которыми они выступают, красивые, такие, красочные, по типу вот таких, не запачкать и не... Как бы, чтобы они были в лучшем виде. Посередине ручка, вы берете за ручку, и здесь шарик с одной стороны, и есть с другой стороны. В зависимости от положения, каждый шарик разворачивается на зрителя, там, и, получается, делает какое-то положение рук, с которого слаживается вообще вся композиция по итогу. Вот это, конечно, прям такой яркий-яркий, очень такие они широкие. Вообще профессиональные помпоны такие более округлые. Сейчас это... Раньше вот была мода вот такие вот, с такого материала, более как пластик или что-то в этом роде. Вообще изначально вот из фольги, потом из пластика, а сейчас мы возвращаемся к таким вот более пакетированным вариантам, но красочные яркие пакеты не такие, что черные или там зеленые, которые продаются, а такие яркие, насыщенные цвета, и они не выглядят как пакеты. Они просто мягче и приятнее в руку брать, чем вот этот пластик, поэтому мода везде циклична, также и в помпонах. Все потихонечку меняется. Сначала одни, потом другие. Дальше посмотрим. Детям безумно интересно. Они всегда берут помпоны. Дайте, пожалуйста, с помпонами потанцевать и все остальное. Те, кто уже долго занимается, все равно с помпонами тяжело долго танцевать. Во-первых, руки потеют. Все равно это какой-то лишний атрибут. И как-то тяжеловато. Ну, в плане просто не то, что им тяжело поднимать их, а просто вот дискомфорт. И они уже просят, а можно мы, пожалуйста, без помпонов розах станцуем? То есть, ну, вот это короткое о том, как отличаются начинающие и потом продолжающие. Сначала детям все интересно, а потом, когда они уже немножко понимают, что почем, уже немножко другие интересы и другие требования у них. Хотелось бы вот так, без помпонов, но нет. Нужно пробовать, тренироваться. Кстати говоря, изначально мы начинали без помпонов, в принципе. То есть, просто положение рук у начинающих. Но, как показывает практика, вот эти все недосмотры потом, они видны, когда дети берут помпоны. Очень важно, например, вот в некоторых позициях, что вот ты берешь помпон, и именно вот этот шарик, допустим, должен быть развернут на зрителя, но они никогда этого не понимают изначально. Дети могут вот так сделать, вот так. А это уже неправильно. Это уже ошибки в положении рук, это уже ошибки потом в ведомости у судей. И это все должно отрабатываться изначально с помпоном. Именно для этого у нас существует такая коробка с помпонами старыми. Вот детей, которые когда-то заказывали их, когда-то они были в прекрасном состоянии, сейчас уже такое. Вот, и... Тренировочные. Да, тренировочные. Вот видно, что сразу же дети тренируются, они просто в коробке лежат. Ну, и, собственно, отрабатываем положение рук именно с помпонами для того, чтобы потом было проще ставить всю программу, в принципе, расстановку детей, там и все остальное, потому что они уже знают, как работать с этими помпонами. И привыкает их рука, в принципе. Потому что кажется, что это просто так, но на самом деле это очень важная вещь. Вот мы, помню, первое место выиграли. Поехали потом на область, наверное, или куда, я уже не помню. Ну, то есть это было вообще... Первый раз мы выиграли первое место. Это было что удивительное. Все такие малые. Дальше эти же помпоны остались, мы там поменяли костюмы. Вот наша последняя команда, наше последнее выступление. Тогда мы прошли на область. Вот мы заказали профессионального фотографа, чтобы он нас пофоткал, вдруг просто был. И, в общем, нам сделали классные фотографии. Вот Мария Александровна стоит, которая сейчас мой начальник. Часто у таких маленьких детей не хватает упорства в тренировках. Где-то у них какое-то неответственное отношение, где-то им хочется больше игры. И как вот находишь этот баланс между как бы не надавить, но при этом как-то замотивировать, чтобы, ну, все-таки это же спорт, это должно быть какое-то правильное отношение. Все верно. В первую очередь, когда ребенок приходит к нам, делается организационное собрание. Мы просим приходить ребенка с детьми. Ребенок отправляется на пробную тренировку. Во-первых, он понимает, что его ждет. Не просто игры и танцы, развлечения, а это спорт, это растяжка, прежде всего. Мы также проверяем растяжку детей и все остальное. Дальше проводится организационное собрание вместе с родителями, на котором мы поясняем наши требования, скажем так, грубо, ну, как жестко, но так есть. О том, что мы спортивная секция, а не танцевальная. О том, что один раз в неделю походить не получится. И о том, что мы за полноценное развитие ребенка. Одного раз в неделю, ну, явно для этого недостаточно. В моем и вообще всеобщем понимании, я думаю, точно так же. Во-вторых, как бы, ну, мы рассказываем о том, что их ждет на тренировках, о том, что это все, ну, как бы, чуть сложнее, наверное, чем кажется на первый взгляд. Родители это понимают. Также я это в процессе, наверное, пробного занятия как-то поясняю детям о том, что вот сейчас мы учим положение рук, которые мы будем учить весь оставшийся год, из которых потом складывается композиция. И чтобы потом не было такого, что ребенок пришел, а вот я ждал, что мы будем делать только колеса. А вот я ждал, что мы будем делать только шпагаты. Ну, нет, так как бы не бывает. Есть особенности видов спорта и всего остального. Бывают моменты, когда учеников, есть такие моменты, когда пускаются руки, когда вот не получилось выступить, все, трагедия, слезы, не хочу, ухожу. Не раз таки мы уже сталкивались. И в такие моменты главное просто поговорить с ним. О том, что вот в следующий раз, смотри, мы здесь вот немножко поменяем программу, тут немножко усложним, а тут немножко вот так переделываем, чуть легче, чтобы тебе было. И вот тогда у нас получится. И в такие моменты я нахожу баланс между соревнованиями, которые, допустим, на разряд, которые более сложные, там, где сложная конкуренция, между соревнованиями чуть полегче. Ребенок в силу своего возраста не всегда понимает, что это там разные соревнования, и все остальное. Но когда он в этом соревновании выигрывает первое место, или даже второе, на пьедестал заходит, для него это личная победа. Ура! У меня получилось. И это новый подъем эмоций, подъем сил. И вот этот баланс, чередовки чуть сложнее, там, где нужно чуть больше упорства, между чуть полегче, для него, но не для тебя, как тренера, потому что тебе в любом случае подготовить его надо к этим соревнованиям, его подбадривает и открывает второе дыхание, наверное, я бы это так называла. Потому что ребенку нужен этот баланс, ребенку нужно периодически выигрывать места, пускай и в каких-то обычных, широких соревнованиях, но это места, которые принесут ему удовольствие и смотивируют работать дальше на более сложные успехи, соревнования. Понятно, что какие-то более продолжающие команды, постарше особенно, юниорская, которым 12-14, мы с ними просто проговариваем. Именно ошибки. Мы открываем положение судей и вот четко, вот по этому пункту, у нас всегда потом есть ведомости, в которых от судей, которые нас судили, вот по этому пункту нам поставили 7 из 10. Почему мы открываем видео, которое всегда снимаем и всегда анализируем? Со взрослыми мы всегда анализируем то, что у нас прошло, почему, как, что нужно исправить и что нужно для этого сделать, чтобы исправить эту ошибку. Считаю, что этот подход максимально хорошим для детей постарше, потому что они уже понимают, в чем ошибка, что им нужно делать для этого и работают на эту ошибку, на изменение этого результата. Оп, смотришь, следующую ведомость, следующих соревнований, стало получше, супер, работаем дальше, работаем над следующим пунктом. И вот так постепенно, постепенно, во-первых, чистится программа, к концу года, по идее, она должна быть чистой, красивой, которая пойдет в пьедестал, потом соревнований. И у детей появляется мотивация вот это вот, исправить эту ошибку, заработать больше баллов и подняться выше по местам. В чем самая главная сложность работы с детьми? По-моему, для тебя лично. Лично, вот мое мнение, самое сложное, самое сложное в работе с детьми, это работа с каждым индивидуально в команде. Вроде бы они все вместе, то есть как бы, но при этом нужно каждому уделить внимание, каждый человек особенный, ребенок тем более, у каждого свои эмоции, чувства, переживания по тому или другому объекту, причине и всему остальному. Вот тебе нужно найти каждому этот подход, этот вот ниточку, чтобы ему было, во-первых, комфортно в команде, во-вторых, чтобы у него вот это вот чувство достигаторства какого-то было в хорошем смысле, то есть не такого маниакального, наверное, скажем так, и чтобы ему было интересно, чтобы не просто вот меня мама водит, вот мама хочет, а я не хочу. Я всегда против того, чтобы ребенка заставляли, поэтому после пробного занятия я всегда спрашиваю, понравилось ли вам? Вам, а не там вашим мамам, которые хотят вас сюда привезти, потому что тут вроде бы как общая физподготовка и все остальное. Нравится ли вам? Вот чтобы понравилось, нужно найти подход к каждому ребеночку. И вот это, наверное, самое сложное, потому что когда ты одна, а в коллективе там 16, у меня примерно в каждом коллективе человек, ну как-то тяжеловато в каждой команде. Ну вот время, наверное, со временем ты узнаешь каждого, каждому поищешь этот ключик, и, наверное, это самое классное, что может быть, когда ты с ребенком вроде бы на одной волне, но при этом он тебя слушается, потому что ты его тренер, руководитель, наставник, и это, конечно, дорогого стоит, вот это доверие от детей к тебе. Еще, ну как бы, понятно, что работа с родителями проделана всегда очень большая. Всегда нужно искать к ним тоже коннект и подход. Также все люди разные, все родители в том числе. Кто-то привел ребенка по одной причине, кто-то по другой, но со временем все вместе в общем чате, как-то в личных каких-то переписках и во всем остальном ты общаешься с родителем и понимаешь, настраиваешь его на нужный лад, того, что видишь ты как тренер в этом ребенке. Родитель со временем принимает твою позицию, как правило, и соглашается с этим, о том, что в первую очередь у нас стоит комплексное развитие ребенка, а потом уже выезды на соревнования, на достигаторство первых мест, достижения, вот это все остальное. То есть в первую очередь нужно ребенку условно самореализоваться вот в этом коллективе, а потом уже занимать первые места, это все подождет и все конкурсы, это мелочь не для ребенка, для меня, потому что в первую очередь ребенок должен какие-то свои потребности закрыть, наверное, скажем так, чем занять первое место на пьедестале. Первым мы успеем побыть, а вот чтобы ребенку нравилось и он получал от этого кайфа и удовольствия, для этого стоит постараться. Уверена, что бывает, но часто ли, когда родители говорят, вот я уверена, что мой ребенок должен стоять вот здесь, что он должен делать вот это, что, ну то есть занимает упор. Да, мы сталкивались с такими родителями, причем, наверное, не раз, но тут столько упор на разговор, но по-другому никак, потому что чаще я прошу просто не вмешиваться в это, в это все. Там вы родитель, там мы с вами решаем одну сторону, поездки на соревнования, возможности там, покупки помпонов, вот такие вот все моменты. За этой вот дверью в кабинет я тренер, и это мое пространство, где я решаю, кто где стоит, что он делает. Тоже стараемся на пробном занятии пояснять эту ситуацию, ну как бы так вот сложилось, что даже родители никогда не заходят в кабинет. Понятно, что дети доносят потом, что они делают на этих тренировках, что вот меня поставили туда, в заднюю линию, и мне потом пишут, а почему мой ребенок в четвертой линии, а не в первой? А я им объясняю там, что всему время, вот в этой части программ, эти 20 секунд, он танцует в четвертой линии, но подождите, есть еще остальные полторы минуты программы, в которых он продвинется вперед, ну то есть как бы номер-то строится из разных. Ой, мой ребенок какой-то не такой, что-то делать не так. Еще были моменты, когда, ну вот мы смотрим на, я набираю новую группу в новом году учебном, и есть дети, которые с прошлого года, ну я вижу, что им еще нужно побыть в начинающей группе, до продолжающих, ну немножко либо физподготовка, либо какая-то растяжка, ну не дотянули. Вот чуть-чуть подтянем, в следующем году обратно вернемся, допустим, или там перейдем в группу повыше, вообще такое тоже бывало. И вот я возвращаю, говорю родителям о том, что мы переходим в группу начинающих, а почему? Мой ребенок что, какой-то не такой? Ну, тогда стараешься уже объяснять о том, что это все особенности физиологии, как минимум, некоторым дано сесть на шпагат, некоторым нет, а в команде гармонично, когда люди примерно одной физподготовки, растяжки, там, знания акробатических элементов, и о том, что нужно просто подтянуть. Видимо, в этом году мы не успели. Успеем в этом? Постараемся. Помимо тренерской деятельности, чем ты еще занимаешься? Ну, я учусь на преподавателя английского языка, стараюсь углубленно изучать этот язык. Не знаю, для каких дальнейших целей, возможно, я уйду преподавать школу английский, это тоже я не исключаю такой факт. По крайней мере, попробовать мне бы было очень интересно. Язык мне очень нравится, и я уверена, что он в будущем мне пригодится. А так, когда-то в детстве я ходила в театральный кружок, опять же, в наш центр творчества. Тоже мне было интересно, 6 лет. Как бы, наверное, не зря. В каком-то смысле это помогает мне в тренерстве. Ну, и чирлидинг, конечно, это очень такой обширный вид спорта, на который тоже нужно огромное количество времени, поэтому думаю, что основную, конечно, свою деятельность я посвящаю ему, а дальше уже изучение английского, и педагогика, психология, как-то вот, ну, что-то, около этого. А вот, ты тренер, да? Нужно ли было проходить какие-то курсы, какой-то сертификат, обучение? Вообще, да. В начале своего пути, когда меня только позвали как бы в преподавание, ну, в тренерство, в клуб, вот, я прошла изначально базовый курс подготовки тренеров от Белорусской Федерации черединга и команд поддержки, дальше это был курс с практикой, мы уже ездили, сначала была теория, потом практика, на базе, там, Гродницкой области, там проводился курс для начинающих тренеров, нам тоже сначала рассказывали теорию, были приглашенные спикеры из России, также к нам приезжала преподаватель, тренер из России, который показывали нам все аспекты, ежегодно я выезжаю в качестве тренера и организатором мероприятий, также вот, достоилась в этой части, скажем так, побывать в самом большом лагере черединов в Европе, который проходит у нас, который проходит в городе Пинске, ежегодно, туда приезжают педагоги, иностранные, из разных вообще уголков планеты, будь то США, Мексика, преподаватель прекрасный был, Лала уже второй год у нас появляется, откуда из Чехии были педагоги, в общем, это вся карта планеты, которую мы приглашаем, они к нам приезжают, обучают, естественно, наши друзья из России к нам приезжают на наши сборы, также коллективы российские очень любят у нас в Пинске проводить свои сборы спортивные, им очень нравится организация, вот так что всем чурлидерам, которые будут смотреть, рекомендую вообще от души, самый лучший лагерь на земле, в чурлидерске, это именно он, в Пинске, вот, организация на высшем уровне, не хуже Зубренка, единственное отличие, это то, что ежедневные мастер-классы от педагогов, два раза в день, стабильно, то есть дети там подкачиваются, улучшают свои навыки, умы и умения, и, соответственно, там обучаются и тренера, потому что они тоже подсматривают какие-то тонкости работы на этих мастер-классах у иностранных педагогов, что также пополняет нашу копилочку разными знаниями, умениями, как лучше объяснить и как лучше построить тренировочный процесс, вот. Вообще, в принципе, стараемся посвящать различные мастер-классы, есть такая практика, что, вот, допустим, в рамках обучающего курса для начинающих педагогов, для начинающих тренеров, мы посещали тренировки других более опытных тренеров, тоже было очень интересно посетить, посмотреть, как работает другой тренер, что-то у него подсмотреть, украсть, но вдохновиться, вдохновиться, да, в хорошем смысле, потому что они активно делятся, потому что кто как не мы, кто как не тренера будут популяризировать этот вид спорта, для кого-то это что-то в новинку, вот, а мы вот стараемся развивать его, чтобы о нем узнало как можно больше людей, чтобы не считали это просто танцами с помпонами, а действительно видом спорта. Тогда назови, пожалуйста, три причины, почему стоит идти и начать заниматься чировидингом. Так, по-моему, во-первых, это общая физическая подготовка, гимнастика, танцевальная подготовка, все в одном, комплекс занятий в одной сфере, которую вы можете вот найти, потому что чаще всего это все по отдельности, а здесь все вместе. Вторая причина – это развитие командных качеств ребенка, умение обработать в команде. Я тоже считаю, это очень важным по жизни, потом как-то поможет в социуме жить. И третье – это что-то необычное, я так не скажу, это красочный вид спорта, который сочетает вообще все в себе и вот главное – получать кайф. Вот, например, я получаю кайф от своей работы, и если ребенку это нравится, это третий пункт, это то, что ты получаешь удовольствие от того, что ты делаешь, тебе нравится, ты горишь этим делом, а это самое главное в жизни – найти то, что тебе нравится и то, что действительно будет радовать твою душу, ты будешь брать эти помпоны и бежать на тренировку с улыбкой и радостью видеть своих сокомандников, обнимать тренера и говорить о том, что, блин, чирлизинг – это классно, это круто. Яркие выступления, красочные помпоны, да, стереотипно, но при этом очень круто.